В частности, что по моему отделению мог бы сказать, рак легкого заболеваемость вырастает и значительно растет. Сейчас она может выйти на первое место, это заболевание. Заболеваемость меланомой кожи за последние годы тоже выросла. Есть тенденция к тому, что и в дальнейшем будет рост, и по определенным исследованиям Всемирной организации здравоохранения, вообще тенденция к росту данного заболевания, и в ближайшие годы, так скажем, до 2025 года, рост вообще в мире по данному заболеванию возможен на 25-30%, в России где-то на 30% тоже. И если проследить тенденцию по этим двум заболеваниям, почему я говорю об этих двух заболеваниях, потому что и смертность от этих заболеваний высокая, что от рака легкого в первые годы, в первые год-два пациенты умирают, потому что частота рецидивных метастазов высокопреданных заболеваний, что и при меланоме, при запущенных стадиях тоже самое происходит, то они, оказывается, эти заболевания актуальны в плане именно выявления на ранних стадиях. Что касается других нозологических форм, то тоже есть определенная тенденция к росту, но в меньшей степени. Отмечается рост количества пациентов с раком молочной железы, в принципе вообще с онкологией, и с раком молочной железы в частности, состоящих на учете у нас в диспансере. Это говорит о, во-первых, росте онкологической заболеваемости, и говорит о том, что все-таки онкологию мы стали лечить лучше. Отмечается тенденция к омоложению этого контингента, то есть более молодые девушки 23-25 уже бывают попадательные, к сожалению, с таким диагнозом.